что это неужели ты перешла на тусовку утром ни в коем случае этот напиток называется синий чай и он такого цвета потому что здесь все известные в азии цветы которые называются анчан можешь попробовать но честно говоря цвет красивый но на вкус как просто кипяток или на вкус действительно ничего выдающегося но пара травы кстати говоря не просто так мы сегодня говорим про травы какие еще полезные травы можно заваривать выращивать и собирать в якутии нам расскажет травница наша миринская травница галина пенигина галина борисовна здравствуйте я знаю у нас постоянный гость на радио на интервью наших коллег с радио да но теперь наша очередь вижу что вы в своем стиле конечно же как всегда пришли с реквизитом с вашими травами которые собираете собственноручно расскажите нам что вы нам сегодня такого принесли я сегодня конечно ну как вы сказали уже менее выставка попросили 5 только травочек и начнем с короля сегодня топ-5 трав мирнинского района это у нас сабельник это король всех трав сабельник болотный называется почему он болотный потому что он растет в воде на болоте да он в реке не растет вот у нас почему я его могу собирать потому что можно его понюхать он слабый 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 только для избранных все не слышат я его долго не слышу знаете сколько я лет я избрана я сколько собирала его я не слышал запах а потом я вдруг его услышала и вот он у нас растет значит у нас остров и такая как бы курья заболоченная и вот он там это алмазным да я я скажу для чего он применяется вот он значит лечит он считается королем всем всех трав он лечит почти все болезни вот а потом его даже медицина занесла а как это происходит его запаривают как чай вот я сейчас скажу во-первых вот он раз он в воде растет у него ли она до десяти метров под водой понимаете до 10 под водой она но он стал сейчас на берег выходить потому что в воде я же его никак не достану люди не заготовят он выходит в воду из воды на берег и значит распускает вот такие вот отростки пускает весной особенно вот осенью он ложится летом я значит собираю вот эти цветочки они малиновые цветочки красивые вот такие прямо раскрываются малиновые и они значит с них с них с этих листочков и цветочков с этим я делаю масло масло очень целебное оно лечит все кожные болячки а когда он осенью ложится он уже вот трава уже это свежий а осенью это когда сейчас он уже стал ложиться трава побурела листики уже более таки и он ложится все он ложится я начинаю вот собирать вот эти корни я подтягиваю их ну потому что все ты не вытянешь такой длинный он вышел на берег выходит и можно уже подтянуть подтягиваю потом начать я приношу его сушу обязательно и начинаю ломать по сантиметру вот чтобы сделать сырье мне людям мне очень можно покажем как выглядят корни сабельника они именно темные такие темно бордовые покажите ничего страшного то есть вот такие вот можно прямо сейчас собрать корни сейчас нужно собирать такая корона подсушить их надо обязательно так а потом когда люди просят у меня готовы сырье по сантиметру его надо ломать даже кстати пахнут они вот так нежно-нежно такие запахи тонкие у него нежные для избранных я говорю что для избранных только вот и когда высушили до высушили я ломаю по сантиметру буквально вот допустим вот кусочек наломаю и чтобы людям настойку сделать значит настойка лечит все суставные болезни потому что опорные у нас да в основном у людей вот это сейчас болит опорно-двигательный аппарат особенно у пожилых людей я посмотрю в городе с палочками с разными тросточками ходят люди да что уж там пожилые галина борисовна мы нам по 30 по 35 уже ходим мальчик если боятся ставок нужно ехать в алмазный да заказывайте да собирайте корни или приходить к вам и пить настойку что самое главное спасибо это сабельник у нас спасибо господи следующий лот галина борисовна это у нас да это у нас иван-чай иван-чай наш знаменитый да вы знаете что он у нас везде растет он является как бы украшением даже на это вот он так вот сейчас когда высушился похож на лаванду а это на самом деле иван-чай иван-чай да так он понимаете его надо тоже успеть быстро быстро успеть собрать блогеры потому что он пушится чуть-маленько опоздаешь и он начинает пушиться вот даже уже сбоку видите почему он девочки ценный потому что он имеет первое место по противовоспалительному действию вот у нас болезнь любая начинается с воспалительного процесса правильно и нужно успеть как бы его задавить этот воспалительный процесс нужно иван-чай кроме того что он имеет противовоспалительные действия значит он лечит противовоспалительные разные ну допустим урзе вы заболели еще какая-то другая болею рви вот эти всякие сейчас вот но кроме этого еще я вот тоже недавно вычитала если у вас плохое настроение вы подошли и понюхали и уже я проверяю на себе я думаю мне же на эфир ехать надо тут немножечко себе поднять настроение что рядом с иван-чаем по соседству по соседству рядом это у нас курильский чай он прям такой рассыпчатый получается он тоже как он пахнет хорошо курильский чай он от такой высоты это кустарник да запахи потрясающий запах его отвар вот только заварили его и на всю уже комнату можно положить пока а еще чебрец у нас какой он чай и там еще третий да еще третий вот курильский чай он почему так называется потому что он растет от москвы до курил и вот так он сердце лечит он урзе лечит он желудок вернее печени может помочь желчному пузырю потому что все желтые трава не эту систему лечит у нас а он же желтый у него цветочки такие красивые тоже желтые потом они закрываются как коробочками становятся это кустарник вот такой высоты у нас он тоже но он тоже растет в особых местах не все травы повсюду могут расти хочешь да они любят особые места вот чабрец например вот перейдем дальше к чабрецу смотрите чабрец то мы конечно уважаем это богородская трава любим богородская почему ее называют богородской травой потому что когда иисуса христа распяли на кресте и богородица такая легенда есть про эту траву и богородица слезы лила и где слезы лили там чабрец вырос там вырос чабрец а его же называют еще богородская трава и вот он посреди он головную боль лечит он лечит кашель он вообще помогает организм оздоравливаться есть ли возможность или так можно ли переборщить с травами стоит ли все таки девочки надо все делать по рецепту строго по рецепту делать отвар настой настойку все делать строго по рецепту не надо так как говорят стаканами чтобы быстрее выздороветь нет это только принесет вред если положено по ложке пить по ложке если положено полстакана ну некоторые травы ну и вот я вижу что еще довольно распространенное вы принесли. Ягодки красивые. Я сначала подумала, что это малина. Нет, это не малина. Это у нас шиповник. Это ягода молодости. В нем очень много антиоксидантов. И в нем много витамина С. И он, значит, омолаживает организм. Он устряхивает его. Он дает силу. Пожалуйста, вы можете... А что, его можно и так есть? Конечно, его можно так есть все время. Можно заваривать. Шиповник – это вкус из детства. Я помню, как мама в термосе заваривала. Попробуйте еще, пожалуйста. У меня сейчас первый раз. Первый класс. Очень вкусная ягода. Вот сейчас она прямо спелая-приспелая. Я вот собирала вчера. Ну, посмотрите, какая она спелая. Господь за наше короткое лето, Он столько сил вкладывает в наши лечебные травы, что они, понимаете, по достоинству и по своим свойствам лечебным, они выше всех трав. Даже алтайских выше трав. Это вот просто написано в книгах. И этим ценятся наши якутские травы. Даже они не сибирские, а якутские. Но вообще, насколько в Якутии Якутия разнообразна такими целебными, лечебными и невероятно полезными травами? Да. Кажется же, что на севере так мало всего? Только снега много? Нет. Вот как раз Господь и вкладывает в наши именно якутские. Мало того, что Он нам алмазы послал, разные драгоценности, разные, значит, нефть, алмазы и другое, да? Тоже самороза драгоценности, да? Это же тоже, ведь это же тоже драгоценность. Резюмируя, сегодня можно наслаждаться шиповником, растением сабельник и корнем сабельника. Да, но обязательно, друзья, дозируем все это. Лучше Галине Борисовне вон обратитесь, узнаете, как правильные пропорции соблюсти. Да, да, все по рецептам. Спасибо вам за время, за то, что вы принесли вот такую коллекцию, и это действительно мини-коллекцию. Да, будем вас видеть, рады видеть вас еще раз. Ну, а пока пора продолжать дальше. Спасибо большое. Спасибо.